В Учкикене прошел открытый турнир по плаванию. Состязаться в мастерстве по преодолению водных дистанций съехали свыше 200 спортсменов из четырех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. О соревнованиях и победителях в репортаже Ахмата Халкечева. Это первый за постпандемийный период такого масштаба спортивные соревнования в стенах спорткомплекса «Малый Карачай». Идея открытого турнира именно по плаванию принадлежит руководству местной детско-юношеской спортивной школы «Чемпион». Спортивные состязания приурочены трем знаменательным датам – столетию Карачаева-Черкесии, 65-й годовщине возрождения карачаевского народа и окончанию священного поста мусульман Ураза Байрам. Уровень очень хороший. Есть дети, которые в своей возрастной категории занимают первые места в России в рейтинге. Вот Пятигорская команда, там Ставропольский край. Есть дети, которые занимают реально первые, в рейтинге первые номера. Соревнования очень хорошие. То есть обмен опытом хорошее было состояться? Да, да, да. В открытом турнире участвовали лучшие пловцы нашей республики Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольского края. У них была самая представительная делегация. За золото соревнований приехали борутся воспитанники трех детско-юношеской спортивных школ Пятигорска, также и Сентукской школы Олимпийского резерва и пловцы из Кисловодска. Однако, несмотря на крайне высокий уровень конкуренции, спортсмены Карачаевой Черкесии настроены исключительно на победу. Софья Семенова приехала из Черкеска. Она точно знает, что необходимо для того, чтобы показать отличные результаты. Нужна сила, устойчивость. Техника должна быть определенная. Мои возможности я оцениваю достаточно хорошие. Первые медали высшей пробы не заставили себя долго ждать. В числе первых отличившихся Карима Тамбеева. Для юной пловчихи, как она сама признается, эта победа, тем более в родных стенах, далась не особо тяжело. Спортсменка и ранее выступала на различных соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Соревнования мне очень понравились. В 100 комплекс я плыла. Что тебе помогло, на твой взгляд, раздобыть эту победу? Спорные тренировки. Как без этого? То есть, получается, у вас секрет в спорных тренировках? Ну, не только. Ну, и заслуга тренера еще. Виталий Сергеевич Колосов. После подведения итогов работы судейской коллеги, призовые места в турнирной таблице распорялись следующим образом. На первом месте по количеству заработанных медалей пловцы из Ставропольского края. На втором спортмены Карачаевой Черкесии. И замыкают тройку лидеров представителей Северной Осетии. Как победали организаторы, в планах сделать этот турнир традиционным. Акмед Валкичев, Максим Долгов, Вести Карачаева Черкесия, Малокарачаевский район.